всем привет сейчас я покажу как работает приставка к м8 pro какой у нее внешний вид ну в смысле со стороны программ ну и покажу какие программы я буду устанавливать в первую очередь и также все под пункты меню разберем посмотрим и так далее так при загрузке появляется вот такой вот экранчик на нем вот такие ярлычки коде explorer abs sitting и в но кодит это понятно все но мы разберем сначала с настроек вот ну кстати в этой приставке вот идет вот такой вот пультик здесь даже есть цифры и буквы также английский язык но он срабатывает не во всех местах там где всплывает текст ну то есть в некоторых местах нажимаются только цифры а в некоторых местах и цифры и буквы так как на кнопочных телефонах вот такой пульт он качественный мне он очень понравился как всегда вот эти кнопки программируются можно запрограммировать под телевизор чтобы двумя пультами не пользоваться поехали все так же как и на приставке x96 здесь стоит 6 android в ней эта версия 2 плюс 16 гигабайт с процессором с 912 поехали сеть ну сеть понятная сейчас подключусь к вайфаю к своему так нажимаю вот сейчас буду нажимать я цифру 7 вот нажимаю цифру 7 а переключаются буквы ну вот это плохо в этой ситуации ну для меня лично я проще выберу цифры и введу пароль все сейчас соединение соединилась успешно так отлично так также в подпункте сеть есть ethernet это подключение по кабелю и vpn для организации сети но я не знаю как это и что ну то есть я объяснять не буду поэтому под пункту дисплей дисплей как всегда здесь разрешение частота и так дальше разные режимы здесь увеличение уменьшение экрана я всегда уменьшаю до 92 процентов до 92 так здесь вращение экрана я здесь не буду экспериментировать пускай так будет так здесь экранная заставка можно выставить часы при каких обстоятельствах она будет всплывать когда этой приставке засыпать и экспериментальный режим старт на это но вот так вот показывается не хочет показывать мой телефон нормально фокус ловить здесь статус бар можно включить выключить если включить то появляется статус бар внизу и вверху а вот так вот ну точнее только внизу а так вот выключить ну это по вашему усмотрению hdr это режим изображения высокой контрастности и яркости пускай будет автоматически это для того чтобы выводилась самая лучшая картинка на экран вот так следующий пункт меню дата и время вот дата и время я выставлю сейчас дату и время вот здесь я буду использовать 24 часовой формат и выставлю время так в временную зону точнее я выставил все сейчас время правильное и тут здесь пункт автоматическая дата и времени она стоит помолчанию включена пускай будет так все язык ну язык я меняю на русский на этой приставке очень быстро все работает как-то не знаю клавиатура ну клавиатура тут настройки клавиатуры и все такое если вы собираетесь подключать другую клавиатуру вы здесь можете выбрать hdmi c и c control это что-то связано с hdmi выходами с подключением но это все с hdmi выходами все я оставляю так сюда не лезу она мне не интересно у меня много устройств hdmi нет я только подключаю эту приставку и все playback sitting это настройки воспроизведения через hdmi специальные возможности это субтитры сервисе и синтез речи но синтез речи но я вот хотел попробовать она не работает вот это я так понимаю чтобы для людей с ограниченными возможностями она воспроизводила под пункты меню и все такое ну чтобы им было слышно если они плохо видят так в больше настроек я вхожу редко это те же самые настройки что и в том пункте меню но я сюда захожу чтобы попасть специальные возможности вот и проверить еще можно и проверить еще память хранилище и usb накопители вот 16 гигабайт встроенной памяти занята 741 мегабайт так и озву по озву мы сейчас увидим что 601 мевой занят а всего 2 гигабайта использование среднее 34 процента отлично так и еще же я не рассказал под пункте меню специальные возможности я здесь иду и всегда выставляю крупный текст на телевизорах если вы сидите где-то на расстоянии три четыре пять метров то эта функция вам поможет больше текст сильнее видно проще удобнее вот так так я сюда уже зашел все а здесь далее bluetooth устройство в этом устройстве есть bluetooth и пульт пульт это включить или выключить можно но здесь понятно страна но чтобы определяла местоположение и и безопасность и ограничения здесь неизвестные источники включено ну разрешить установку включить или выключить проверка приложений выключить профиль с ограниченными с ограниченным доступом тут можно выставлять разные функции в этом пункте ну и все а здесь вы добавляете уже свой аккаунт или google или других служб ну и все так сейчас я уже туда воткнул флешку она уже там стоит и также я воткнул адаптер из подмышки так я буду пользоваться мыши мне она мне она удобнее нежели пульт так поехали вот я сначала зайду в раздел apps так в apps тут все понятно галерея play market настройки браузер встроенный музыка для проигрывания музыка кстати насчет приложения youtube она здесь заточена под пульт уже то есть уже здесь пультом можно управлять потому что официальный официальная программа youtube из play market а на ней невозможно с пульта управлять приходится постоянно переключать на мышку это неудобно а а так вот я пультом все нажимаю она крутится на каждый на каждый под пункты и пункт меню она переходит проблем нет никаких используем пульта в этой программе то есть отлично все так отсюда я выхожу показал так медиа центр это я не знаю что это такое я сначала зайду и вот допустим файл браузер я хочу сейчас установить набор программ который у меня есть на флешке я на флешку предварительно закачал определенный набор программ который я знаю вот здесь даже в этой прошивке предустановлен уже mx player версии 1.7 и 40 1.7 40 вот но я его буду переустанавливать у меня там по моему выше версия нежели в приставке вшита так ну так же здесь под пункты меню и есть программы обновление коди обновление коди установка приложений файл браузер мира каст это я не знаю с этим не разбирался обновление прошивки давайте проверим если обновление оути и апдейт нет новой версии нет по состоянию на 29 января 2017 года нет обновлений на к м8 про муви плеер и есть еще и рбин это я не знаю ди ю клинер это для очистки от лишнего мусора всех приложений микс player видео проигрыватель коде мультиплеер как бы так сказать и нет фликс это для проигрывания видео а также и пикили так сейчас я установлю некоторые программы вот я покажу что у меня на флешке они стоят и какие я назову я вот буду использовать для установки вот это и стрим медиа и фо пда и тиви видео бокс hd бокс hd резко лэйзи и питьеви лэйзи медиа плюс лол тиви меню для включения выключения это по усмотрению микс player обновлю netflix обновлю спид тест для получения данных о скорости сети и торрент стрим контроллер для айпи тиви тивила нет это можно устанавливать можно не там удобно переключать каналы но в ней есть только украинские каналы юэй тиви это тоже для проигрывания для воспроизведения айпи тиви и youtube это я специально закачивал для тех приставок на которых уже установлен youtube но в которых не поддерживаются пульты а вот эта версия ютуба поддерживают пульты вот так я могу устанавливать по одному приложению но есть вот чудо программа здесь app installer и мы выбираем где нам найти наши apk файлы вот я выбираю диск это флешка вот и мы видим что все вот эти программы есть если вы используете пульт вы наводите на него вправо и она отмечается галочками все я вправо отмечаю нужные программы вот и микс плеер горит желтеньким это значит что программа уже установлена так и дальше перехожу вверх для этого нам надо перейти мышкой воспользоваться мышкой так чтобы навести на вот эти три точки в правом верхнем углу и здесь будет install вот я нажимаю install и она все будет сейчас устанавливаться все выделенные приложения она быстро установит и все будет нормально так вот уже третье приложение устанавливает это сделано для того чтобы ускорить процесс заранее известных для установки программ и не отвлекаться на вот эти все переходы туда сюда сюда туда сейчас она быстро установит и все окей и мы проверим ну парочку или каждую из программ можно посмотреть увидеть что да как устанавливается довольно быстро все нет никаких проблем на данный момент это последние версии программ я все устраивает и и так все эти программы установились и сейчас мы уже их увидим вот здесь вот так проверим парочку хотя бы из них так какие будут самыми интересными ну не самыми интересными мы проверим работоспособность вот допустим программа hd резко вот эта программа для воспроизведения видео в сети интернет вот вы можете включить поиск и допустим там ну что-то найти допустим фильм престиж престиж вот есть этот фильм все нормально вы можете добавить в избранные или сразу просмотреть я нажимаю просмотр и сейчас будет выбор качество я выбираю и соответственно проиграть в чем и mix player все без проблем воспроизводит звук идет все нормально перемотка идет в этом плеере можно изменять вот ну под экран как удобно в каком формате фильм так и изменять все все нормально идет эта программа работает отлично так далее и стрим контроля и стриминжа им это для того чтобы воспроизводить айпи тиви телевидение я здесь не регистрируясь она автоматически запускается и все такое эти видеобоксы это также для проигрывания видеофайлов из сети интернет она ищет на разных ресурсах и соответственно собрано в одну программу все вот можно там допустим любовь и вот первый сезон вот выбираем качество и вперед все все работает отлично так эта программа тоже работает лэйзи айпи тиви эта программа для воспроизведения плейлистов не плейлистов для воспроизведения айпи тиви через плейлисты вы можете добавить новый плейлист вот из файла на устройстве из интернет из буфера вне на пустой плейлист вот вы добавляете все плейлисты есть на сайте 4pda и там вы можете все найти но только надо хорошо поискать и в первую очередь зарегистрироваться так я выхожу из этой программы но я здесь установил две программы для телевидения то в принципе в лэйзи тиви уже можно ничего не никакие листы плейлисты не добавлять вот есть лол тиви вот отличная программа мне нравится здесь даже есть канал и футбол 1 футбол 2 и и футбол 2 даже в hd формате вот можно найти даже спортивные вот футбол 1 и вот футбол 2 но здесь в настройках можно выставить так чтобы вот так иконки были экстра большими вот ну чтобы лучше было видно все вот эти каналы и вот можно включить попробовать футбол 1 для просмотра данного канала нужно нажать еще раз я нажимаю и выбираю и stream engine и всегда и сейчас будет воспроизведение этого канала ну по крайней мере должно быть она у меня всегда запускалась и вот я запоминаю выбор и mix player и вот онлайн трансляция манчестер юнайтед веган 13 минута сейчас идет вот и воспроизводится без проблем отличный канал и и теперь еще и бесплатно так остальные каналы не буду показывать все также все аналогично так lazy media плюс это ресурс для поиска видео файлов и так далее такое же как и два предыдущих hd резко но он не сильно насыщен потому что закрыли канал закрыли сайты fs ту и x уэй вот раньше на этих серверах все было много фильмов а теперь эта программа почти бесполезно здесь очень мало фильмов и всего остального так меню выключения это можно устанавливать вот оно для того чтобы или перезагрузить или или в режим восстановления то есть tvrp или выключить экран и так далее вот такой mx play для воспроизведения видео speedtest.net это для проверки скорости соединения у меня подключен интернет безлимитный скорость 30 мегабит сейчас я проверю скорость вот сегодня суббота ну сегодня вечер воскресенье и скорость у меня 34 35 мегабит секунду а вот на дачу это больше ну реально больше 45 43 44 вот скорость нормально я не жалуюсь я плачу за за 30 мегабит до 30 но меня скорость немного больше вот отлично планете это вот для воспроизведения телевидения тут есть уже каналы но если вы хотите смотреть больше каналов здесь есть по моему пять тестовых каналах сразу же а потом вы когда входите ну вам необходимо авторизироваться войти в свой google аккаунт и тогда вы сможете смотреть по моему 70 каналов я сейчас еще перезайду она запрашивает обновить сервисы google play на обновлять их не буду ну потому что надо входить в свой аккаунт свою учетную запись и потом обновлять эти сервисы ладно не будем заморачиваться укрытые работает без этого вот информационные каналы здесь по категориям тоже отдельно музыкальные от канала можно вот включить о тебе music всегда вот все нормально все воспроизводится меняем под экран там допустим music бокс уэй вот сразу все запускается без никаких глюков но здесь в нем лучше выбрать вот я сразу покажу чтобы она не автоматически а выбирала лучшее качество вот в подпункте меню настроек есть качество hls вы не авто выбираете а выбирайте лучшее если вам позволяет скорость подключения к сети интернет и все и тогда получается она будет воспроизводить быстро и сразу прогружать хорошее качество вот ел music но здесь бывают битые ссылки бывают не воспроизводит вот но тем не менее пока эти каналы все работают и все нормально так потом но сейчас я еще покажу парочку netflix это еще вшита ну в эту приставку это приложение уже было но я его обновил но здесь нужно регистрироваться и получать некоторый доступ я этого хочу не делать поэтому просто покажу что это приложение есть и оно такое же как и некоторые предыдущие что я показывал так выхожу отсюда и еще программка торрент стрим контроллер вот такая это для воспроизведения для воспроизведения каналов здесь все есть уже вшиты каналы каналы для взрослых позже это для того чтобы просматривать каналы каналы для взрослых вы должны заплатить естественно все вот здесь контент для взрослых закрыт все ну можно выставить фильтр там заплатите и смотреть их все ну вот допустим там один какой-то канал я включу вот первый hd она соединяет но минус в том что нужно каждый раз выходить и входить вот все нормально воспроизводится все отлично так не показывать больше мы нажимаем все выходим из этого приложения так и и вот это приложение app and game 4pda это отличное приложение оно служит для обновления ваших всех приложений ему нужно разрешить все права что она запрашивает все доступы вот и мы смотрим в правом верхнем углу показывает количество приложений которые можно обновить одно у меня только горит вот оно это дюклинер это встроенная программа я обновлять не буду и не хочу так для того чтобы вам обновлять эти программы вам необходимо авторизироваться вот нажимаете пункт меню а потом нажимаете для авторизации сейчас я авторизируюсь и потом продолжу все в аккаунт я вошел и теперь можно мне полностью пользоваться этой программы в ней должен где-то быть поиск вот каталог где то есть вот можно игры находить разные вот андроиды игры разные но так гонки есть ну и все такое это все качается из сервера 4pda все что люди загружают туда здесь есть вот так вот но эта программа может быть платная поэтому если заплатить то открываются полные возможности этой программки ну а так хотя бы для обновления всех вот этих установленных приложений можно использовать я вам советую если игру там какую-то скачать из 4pda то отлично она подходит и я бы вам рекомендовал эту программу установить и всегда использовать вот так вот это очень классная программа ну на этом все спасибо за внимание спасибо что смотрите мои обзоры и распаковки всем пока покупайте себе такие ТВ боксы очень классная штука пока